МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жаль, конечно, что не пришла к нам сегодня в студию Оксана Волошина, которая тоже с вами была, да, Александр, в Испании. Она тоже ведь стала победительницей. Да, она стала чемпионкой мира в категории фитнес-бикинг. Чемпионкой мира. Вы все серебряные призеры, она чемпионка мира. Наблюдали за ее триумфом? Если это можно назвать триумфом. Ну, так-то Оксана моя спортсменка, я ее тренер. Я не только наблюдал, я еще и подводил ее к старту. Мы приехали заранее, за четыре дня, получается. И все это время делали полномерную форму. Получилось, ну, все получилось. Получилось как надо, получилось хорошо, получилось запланированно. Ну и результат, результат очень достойный. Среди ветеранов это от скольки до скольки лет? И вообще до скольки лет дамы могут выступать в категории фитнес-бикинг? Когда касается мужчин, слово ветераны, мастера, это нормально. А когда, хорошо, Оксаны, нет. Нет, а это как-то по-другому называется? Но там же употребляется слово ветераны все-таки. Мастера, мастерский чемпионат мира. У девушек начинается мастерский чемпионат мира для них 35 и выше. Возрастные категории разные, там 35, 39, там каждые 4-5 лет. Мужчин начинается от 40. Вот мне исполнилось 22 декабря в том году 40 лет. Вот, сейчас будет 41. Я уже успел дважды поучаствовать в мастерских категориях на чемпионате Европы и на чемпионате мира. Ну, а о вас мы попозже говорим. Вообще до скольки лет девушки могут выступать? И насколько сложно готовить возрастного спортсмена? Или, напротив, это проще, потому что у нее есть определенный опыт выступлений? Жестко нажимаете в женщину возрастного спортсмена? Нет, нет, ну, говорим, если о мастерах, то есть уже после 35, скажем так. Ну, у меня из моих спортсменок максимально была спортсменка в возрасте 43 года. Абсолютно нормально, комфортно, что ей, что мне было работать. Она сейчас работает у нас тренером до сих пор, отлично выглядит. Ссылку на возраст, ну, давайте так, 35 лет – это еще вообще не возраст в моем понимании. 35 лет – это когда вот… Ну, это в обычном спорте, это уже возраст. А вот в бодибилдинге – это расцвет, наверное, да? Это то время, когда человек уже может потратить время на себя. И уже у него есть время и есть какая-то осмысленность. То есть нет такого там дикой амбициозности, когда-то с головой уходишь в что-то, все раскидываешь в сторону, там, бросаешь, да? Ты понимаешь четко, ради чего ты и что делаешь. Поэтому это вот тот возраст, который выдает, пожалуй, максимальный результат. Читала, что какие-то запрещенные моменты есть для женщин в плане привлечения жюри. Ну, допустим, было такое, что кого-то убирали, отстраняли от чемпионата за, там, встряхивание волосами, к примеру. Что-то такое бывает, потому что я читала, что там несколько моментов таких. В любой категории, в любом виде спорта есть определенные правила всегда, да? Ну, когда мы говорим про чемпионат мира, Европы, чемпионат России, да? Это те чемпионаты, на которые попадают люди после отбора. Попадают люди, которые уже прошли определенную квалификацию. Допустим, чтобы попасть на чемпионат мира, надо как минимум войти в шестерку на России. Это как минимум. А на России в категории и 30, и 35, и 40 человек бывает. Поэтому, ну, отстранения, конечно же, не было. Все знают, куда едут, четко знают правила. Ну, давайте так, если возьмем категорию фитнес-бикини, да, то есть за что могут отстранить? Ну, за что зацепиться, может, жюри скажет, что нет, вот. Давайте так, чтобы было понятно. Это спорт, это эстетика, это красота, да? То есть это ни в коем случае не стриптиз. И если вот в эту сторону двигаться плавно, да, то это отлетает все. Моменты эстетики, спорта, красивого тела, не более того. Все остальное, как бы, это уже лишнее. А что самое главное тогда на женском выходе? На женском выходе оценивается вообще все. Оценивается структура тела, да? Ну, условно говоря, узкая талия, хорошая подтянутая кожа, мышцы в тонусе, глубина мышц, проработки. Не должно, мы сейчас говорим о категории фитнес-бикини, не должно быть ни в коем случае там таких навороченных по мужскому типу мышц. Оценивается макияж, оценивается образ, оценивается подача. Вот именно в этом есть привлекательность данной категории. Именно после появления данной категории появилось большое количество девушек, которые пошли в спортзал. Она очень популярна в инстаграм, да, потому что эта категория, ну, пожалуй, вот именно вот так хотят выглядеть сейчас все современные девушки. Красивые, спортивные, подтянутые, при этом они остаются очень женственными, да, я так понимаю? Да, вот именно это все и оценивается. Александр, а собой-то вы довольны или рассчитывали на первое место на пьедестале? Я как спортсмен всегда ставлю перед собой максимальные цели. То есть цель поставить, выставить максимальную свою форму. Формой доволен, все здорово, все хорошо, но был человек, который был чуть лучше. Я проиграл три балла человеку, который стал чемпионом, чемпионом мира. Вот у балерин, чтобы устранить там соперниц, подсыпают в пуанты стекло, да, всем узнаем. Ну, может быть, это какая-то, какой-то миф тоже. А в бодибилдинге мужском есть ли возможность как-то устранить конкурентов? Вот что-то используют? Не вы, ну кто-то. Слышали о таком? Или все честно, все? Хочется пошутить, такая там, нож в печень, да? Не, ну это уже, не знаю, может быть, грим спрятали. Или вот грим же очень важен для вас, я так понимаю. Ну, важен. Вы знаете, у меня на самом деле, опять же, второй раз меня в какой-то стопор вводите. Я считаю, что вообще каждый вот в жизни имеет то, что он достоин и получает по заслугам всегда. Поэтому я всегда ориентируюсь, неважно, как тренер, либо как спортсмен, я всегда отталкиваюсь от себя. Что я могу сделать для того, чтобы выиграть, стать лучшим и так далее. А если отталкиваться как там от соперника, никогда у тебя ничего не получится. Поэтому вот такой мысли даже вообще не было, и я даже не знаю, ну, не могу сказать, не мой образ жизни. Не бывает такого, в принципе, на соревнованиях. Я не говорю, что с вами, что может быть с кем-то другим. Наверное, не могу сказать. Жень, наконец-то к вам перейдем. Давайте поговорим. Ну, вы-то точно знаете, как жюри расположить к себе. Вы же цирковой, я чуть не сказала циркач опять. Как так получилось, что вы оказались в цирке, зная, что вы Америку все исколесили даже, и хотели куда-то в какой-то канадский цирк попасть? Да, я, конечно, мечтал о цирке Дюссалей, но этот был другой цирк, но тоже не менее значимый в Соединенных Штатах Америки. Получилось все как. По окончанию спортивной карьеры, то есть не было смысла дальше продолжать, потому что были профессиональные травмы, то есть они не позволяли выполнить большой объем работы, то есть начинали страдать суставы, кисти, локти. А вы гимнастикой занимались? Да, спортивной. Спортивной гимнастикой, да. Ну, то есть и даже сейчас до сих пор занимаюсь, потому что это мне как раз всегда помогает касаемо бодибилдинга, касаемо моей категории фитнес, да. То есть получается цирк, как я туда попал, вот закончил карьеру, и у нас в Кемерово приехала программа с гастрольным туром, там, запашенный над стиграми на шарах. В общем, оттуда к нам в зал спортивной гимнастики приходил заниматься отец с сыном, и он пустил информацию, что в акробатический номер требуются ребята с акробатическими навыками, с гимнастическими навыками. И, соответственно, поговорив со мной, как бы я принял решение, что, ну, меня здесь ничто не держит в городе Кемерово, да, почему бы и не попробовать, потому что был также наслышан, что некоторые коллеги, тренера по спортивной гимнастике, также, которые работали в цирке, остались довольны. — Сколько лет вы были цирковым? Сколько лет ездили по миру? — Ну, около, да, наверное, даже чуть больше двух лет. — Два года? — Да. — Почему ушли? — Ну, жизнь такая, потому что постоянные переезды, несмотря на то, что ты там можешь как бы в России, да, там переезжать, там, по Европе, в Соединенных Штатах, как бы все равно всегда тянет домой, всегда тянет к семье. И, ну, на тот период, то есть для меня как бы это не было настолько значимо, то есть все равно как бы я хотел остаться дома. То есть и цирк, да, он интересен. То же самое, наверное, да, вот, как сказать, все как бы, когда как идет представление, все красиво, все, красивый свет, да, яркие костюмы, но порой это не бывает так ярко, как бывает на самом деле, как представление. — Тяжело. — То есть тяжело, да, есть свои нюансы, есть свои плюсы, есть свои минусы. — А бодибилдинг — это любовь с первого взгляда или там со второго, с третьего? И вообще, кто был вашим мотиватором, чтобы вы переключились на бодибилдинг? — Получается, вот тоже, да, как так же. Это было не мое решение пойти, да, бодибилдинг, это также коллега по работе. — Тоже цирковой? — Нет, нет, нет. Именно в сфере тренажерного зала. То есть у нас в Кемерово как раз вот Александр Барбашин, Денис Капустин открывали зал, и, соответственно, эту информацию я узнал. То есть и, получается, пришел на собеседование, и уже после пройдя собеседование, когда зал открылся, вот коллега, то есть Александр был, Денис Капустин был, то есть коллега предложил, как бы не хотите ли взять этого человека, попробовать его, да. Все-таки у него есть прошлое, это гимнастика, да, и, соответственно, Капустин. Денис как бы сразу сказал, да, я тебя беру, и сразу мы идем с акцентом на международной старте. — А сколько вот от того момента до вот серебряной медали прошло времени? — Вот, все так произошло молниеносно, даже это потребовалось меньше года. — Меньше года. А ожидали вообще от себя такого прорыва? — Скажу честно, что да, я ожидал, я знал, что это будет, потому что гимнастика закалила мой характер. Порой приходилось тренироваться даже одному, потому что бывали ссоры с тренером, соответственно... — Из-за чего? — Ну, можем сказать, что это было непонимание друг друга, да. То есть, соответственно, вот, поэтому... — А сколько часов занимаетесь в день вообще? — Ну, если мы возьмем, например, про гимнастику имеете, или про бодибилдинг? — Нет, сейчас уже про бодибилдинг, да. — Ну, это в среднем час максимум. — Час? — Да, то есть это силовая тренировка. Если мы рассматриваем гимнастику, то это также в пределах часа, то есть вполне достаточно. — А вот вы выступаете в категории фитнес. Чем она отличается от обычной... Ну, вот мы знаем, фитнес-бикини есть, а фитнес-мужской – это что? — Ну, здесь очень важны, как бы, в почете, да, то есть акробатические данные, танцевальные данные. Но так как танцор из меня не очень, я больше делаю акцент на акробатические элементы, так как я занимался спортивной гимнастикой. То есть это, соответственно, красивые высокие прыжки, это динамичные движения. То есть фитнес у нас дается всего полторы минуты, и за эти полторы минуты мы должны очаровать судей. То есть показать гибкость, показать статические какие-то элементы, акробатические элементы, танцевальные элементы. — Но мышцы все равно важны тоже, да, вот определенные... — Да, без мышц как бы никуда. То есть можно, например, да, сделать акцент на мышцы, но на гимнастике, если ты не сделаешь акцент на произвольной программе, то есть, соответственно, ты не окажешься на педестале. Поэтому, так как у нас два раунда, соответственно, два раунда должны быть на хорошем уровне. И тело, и произвольная программа. — Довольны собой, я так понимаю, и за год стали серебряным призером. Какая ваша следующая цель? Вот у вас, а у обоих? У вас, Женя, у вас, Александр? — Ну, по целям... — Вы теперь в мастерах уже по возрасту, все уже сказали, точно мастер. — Ну, давайте так, что то, что я в мастерах, это не отодвигает, скажем, меня от возможности выступать в обычных категориях. Я, будучи мастером, получается, то весной. Мне было 39 лет, и я выиграл чемпионат Европы, ближайший соперник, мой был ему 28 лет. Поэтому ничего там такого нет, нормально все. — Будете продолжать и с обычными? — 40-летний приговор, трансформация, хардкор, все нормально. Реклама зала тут же, да? — Цель — весна. Весной отрабатываю как тренер, без вариантов выступать не буду, потому что и так получилось, что весной чемпионат Европы выиграл, осенью, там, второй на мире. Год выступлений, я думаю, это максимально полно для меня. Весна однозначно отдых, тем более много спортсменов, которые хотят выступать на международных соревнованиях. Спортсмен, который получил про-карту, про-турнирам у меня есть. Поэтому работы много, работы много. — В основном тренерская, наверное, да, сейчас будет? — Работа тренера, работа организатора турниров, я занимаюсь этим. Работа, у нас мы открываем еще один зал в Кемерово, вот сейчас Женя обсуждали, сидели. Поэтому работы действительно очень много, и поэтому немножко моя спортивная составляющая отодвигается на задний план. Ну, как минимум на полгода это будет отдых. — Угу, а у вас, Жень, какой? Что впереди, какой турнир? — Да, впереди. — Тренировки, тренировки, тренировки? — Да, уже скоро будет тоже весенний сезон, соответственно, планирую, конечно, будет, так сказать, просто выиграть турнир, да, это будет чемпионат Европы, но хочу превзойти соперников на одну, а может и на две головы. Соответственно, это улучшить, качество тела улучшить, произвольную программу, тем более есть куда расти, то есть стремление улучшиться. Вот такой вот момент. — Спасибо вам большое, удачи в треть. — Спасибо. — А я напомню, что сегодня мы говорили с серебряными призерами разных, правда, чемпионатов мира, Александром Барбашиным и Евгением Шобиком.